На поступают звонки от жителей города. Они сообщают о том, что в Донецк пошли войска, все горит, пылает. Что на самом деле творится? Расскажите, пожалуйста. Небольшая группировка противника попыталась войти в город, но серьезной опасности она не представляет, потому что это небольшая группировка. Там порядка одного танка из четырех БМП. То есть силы, которые просто смешны для того, чтобы как-то взять в город. То есть это либо штрафники какие-то, либо сумасшедшие, потому что с такими силами войти в город, это просто они отсюда не выйдут. Так что повода для паники, конечно, никакого нет. И сил сейчас для того, чтобы вторгнуться в Донецк серьезных, у них тоже нет. То есть причин для беспокойства вселенных нет? Это может быть разведка боем, или какие-нибудь штрафники, или какие-нибудь офицеры, которые просто не умеют воевать, и в такой маленькой группировке сунулись в такой большой город, откуда они вряд ли уже уйдут. А в каком районе происходят боевые действия? Это северо-западное направление. То есть во всех остальных тиграх беспокойства? Совершенно верно. Спасибо. Игорь Бритович, а расскажите, есть какие-то новости со штрафом? Ну, я могу сказать, что в городе продолжается наведение порядка. В связи с разграничениями полномочий между МВД, МГБ и армией, то есть ополчением, каждый будет сейчас заниматься своим делом. Это, в общем, нормальная ситуация. Значит, это касается и нас, как нашего подразделения военной полиции, которое теперь будет заниматься своим делом. То есть мы занимаемся нарушениями воинской дисциплины, как военная полиция. Мы занимаемся, естественно, и диверсантами, и шпионажем. А вот все дела по уголовной части, то есть это наркоторговля, пьянство, воровство и прочие преступления, которыми раньше занималась милиция, вот теперь МВД этими преступлениями будет заниматься. Соответственно, все арестованные тоже, как бы, наркоторговцы, преступники, уголовники, они все теперь идут по линии МВД. Мы занимаемся только воинскими преступлениями, как ополчение. Значит, хорошо это или плохо, уже я слышал от граждан беспокойство, потому что единственная сила, которая реально навела порядок с наркоторговлей, вот десятилетиями, это вопрос на Украине он решен не был, здесь была сплошная коррупция. То есть эти наркоторговцы были неуловимы, они всех купили, милиция, так сказать, их, если арестовывала, то тут же отпускала. Вот, единственная сила, которая навела порядок здесь, это было ополчение ДНР, мы действительно навели порядок, мы этих наркодилеров арестовали и некоторых расстреляли. Вот, жители теперь города опасаются, что если этим делом опять будет заниматься МВД, что опять вернутся старые порядки. Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что назначены новые министры, как вы знаете, несколько дней назад на МГБ и на МВД. Я надеюсь, что эти люди, новые люди, наведут порядок в своих ведомствах и они будут работать эффективно. Спасибо. И еще такой, заметил такой момент, что стало меньше людей с оружием в городе. Не пропали окончательно, стало меньше. Это с чем-то связано? Да, это тоже связано с наведением порядка. Я считаю, и командование нашего ополчения считает, что людям с оружием, с автоматами, не место на улицах. Ну, за исключением, конечно, двух случаев. Когда они выполняют боевую задачу, раз, и когда они несут патрульную службу, то есть стоят на блоку костах или это патрули. Значит, хождение с автоматами по улице в других случаях запрещено. Поэтому, ну, офицерам разрешено, так сказать, личное оружие. А хождение с автоматами в общественных местах мы считаем, что это неправильно, что это вносит напряжение определенное, так сказать, в атмосферу нашу общественную, да, и пугает граждан. Да, здесь не передовая, здесь город, поэтому нет необходимости ополченцам ходить с оружием. Это приказ главнокомандующего? Да. То есть есть вероятность, что в ближайшее время все нормализуется? В ближайшее время с оружием будут ходить только патрульные, да, и люди, выполняющие боевую задачу. Все остальные ополченцы, вы это уже видите, по последним дням ходят по городу без оружия. Спасибо, вы нас успокоили. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.